здравствуйте дорогие радиослушатели все те кто смотрит на youtube канале в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард прумер и геннадий сегодня мы беседуем с российским экономическим аналитиком специалиста по нефтегазовому рынку историк и востоковед мы беседуем с михаилом крутихиным михаил иванович добрый вечер у нас день дал вас вечер а михаил иванович огромное спасибо за эту возможность побеседовать с вами потому что мы давно наблюдаем за теми интервью которые вы даете и естественно очень будет интересно с вами побеседовать и и об экономике и о других политических вопросах михаил иванович вот а значит нефть в двадцатом веке играла одну из главных ролей в жизни многих государств в принципе многие кризисы которые происходили в двадцатом веке не были именно связаны с нефтью какая роль отведена нефти в двадцать первом веке как вы думаете как сейчас ожидают разумные аналитики и судя по всему спрос на нефть в мире будет сокращаться и где-то к пятидесятому году наиболее развитые страны с северной америки и в европе планируют уже перейти к так называемой декарбонизации то есть отказу от ископа из пока из ископаемых видов топлива ну разумеется нефть останется для нефтехимии для производства например асфальта на дорогах но как топлива для автомобилей не исключено что 50-му году она уже потеряет свое значение и в результате такого падения спроса век нефти как главного товара двадцатого века скорее всего закончится а михаил иванович спасибо за предыдущую ответ на предыдущий вопрос ответ а и в связи с этим вопрос опек плац в прошлом году как известно значит цены в один прекрасный день обвалились на нефть и между саудовской аравии и россии произошел как известно такой конфликт серьезный который пришлось улаживать бывшему президенту сша дональду трампу сейчас вот сегодня известно до цены на нефть поднялись в районе 59 долларов за баррель как вы видите вот этот рынок нефти как он сейчас работает выгодит насколько он выгоден россии насколько он выгоден вообще в мире и во сколько долго продержится одну достаточно высокие цены по сегодняшнему дню цены предсказывать это совершенно невозможно высокие цены разумеется выгодны тем кто экспортирует нефть в частности россия которая очень сильно зависит от доходов от экспорта нефти но с предсказаниями я бы не стал торопиться дело все в том что сейчас на рынке нет дефицита нефти если какому-то потребителю нужна нефть он ее очень легко дойдет получит эту нет в танкерах или по трубе или каким-то другим способом даже по железной дороге то есть проблем с нефтью просто не существует если было все зависело от баланса спроса и предложения то цены ну возможно были бы где-то на таком разумном уровне ну чуть больше 35 долларов за баррель марки бренд но мы видим что сегодня нефть поднялась даже ну почти к пятидесяти девяти долларов что означает что здесь не спрос и предложения играют главную роль а финансовые игроки то есть игроки на финансовых рынках где обращаются фьючеры форварды спреды и прочие деривативы то есть нефть бумажная а не физическая в танкерах или в бочках и вот мы видим что в связи с ростом финансового рынка с ожиданием того что скорее всего будет серьезное вливание денежных средств ту же американскую экономику от чего больше зависит экономика и других стран ожидают что пойдут вверх цены на сырье и вот на этих ожиданиях построена сейчас игра на рынке я еще не могу исключать что цену вверх могут подтолкнуть какие-то непредвиденные события на ближнем востоке мы видим что если верить американским сообщениям то мы видим что не исключено новая американская администрация начнет ну как-то по-другому относиться к саудовской аравии и и партнеров в персидском заливе к ирану к израилю и к вообще ближневосточным странам и это может привести поначалу я очень сильно боюсь что какому-то хаосу а может быть даже вспышки военных действий что не неизбежно вызовет большой рост цен на них а какую роль как вы считаете играет в ценообразование китай так так ли он оказывает влияние на рост нефтяных фьючерсов до сих пор по фьючерсам вряд ли он оказывает какое-то воздействие но когда раньше говорили если вы хотите предсказать будущее краткосрочной перспективе нефтяного рынка смотрите на две точки это китай и соединенные штаты америки вот соединенных штатах америки и огромный фондовый рынок работает и это крупнейший потребитель нефти для своих автомобилей а китай тоже гигантский потребитель нефти и вот на на эти две точки от этих двух точек очень сильно зависит ситуация на рынке сейчас китай ну нет пока накапливают он строит все больше и больше нефтехранилищ он держит нефть запасную как бы в танкерах на рейдах китайских портов надо посмотреть как он будет вести себя дальше несмотря на все заявления китай о том что тоже собирается отказываться от ископаемых видов топлива вот по углю у него не получается он строит какие-то оба помрачительна мощные электростанции на угле наплевав на все усилия по сдерживанию климатических изменений с нефтью тоже может получиться но некоторое замедление в китае переходы на электромобили хотя и там они собираются они уже обогнали ту же теслу по выпуску электромобилей но посмотрим что там будет за китаем надо очень внимательно следить с точки зрения ситуации на михаил иванович если говорить о россии то существует такое словосочетание а не все газовая игла а как бы вы оценили общее состояние экономики россии и влияние вот этой иглы на экономику россии но совсем недавно президент путин заявил что вы знаете мы вот в россии уменьшили свою зависимость от доходов от нефти и уже теперь у нас не сорок процентов российского бюджета поступает от нефти газовых прибылей от доходов а уже где-то двадцать семь двадцать восемь процентов только но это говорит о чем о том что доходы от нефти упали быстрее чем доходы от каких-то других из источников но упали они во первых потому что спрос в мире сократился из-за пандемии и во вторых у россии все-таки появилась договоренность с странами участниками альянса опек плюс и пришлось сокращать добычу нефти чем на сокращали так что сейчас на дальнем востоке например стоят гигантские очереди за бензином и возникли очень сильные перебои в снабжении россии топливом сейчас выхивали я хотел бы поговорить о таком понятии как кому труба это значит разговор о нордстрим 2 северный поток 2 а который сейчас идут ну просто жесточайшие баталии германия стоит на своем при том что критикует российская государство за репрессии против навального и оппозиции сша все время твердят о том что они все-таки на будут накладывать рестрикции санкции россия говорит что это не политический проект а чисто экономически михаил анч давайте так вот вы как специалист разложите нам пожалуйста по полочкам как вот это а этот проект работает кому он принадлежит кому он будет давать доход кому он выгоден почему америка так резко против да какое участие украины в этом про и не участие а заинтересованность так чтобы наши радиослушатели вот просто как ученики все выслушали по и поняли но у проекта история очень длинная но в принципе у россии было у россия обобщенно говорю было две цели в этом проект цель номер 1 номер один было обозначено российским руководством лично президентом это наказать украину поскольку она не хочет следовать политической линии кремля и лишить ее транзита через ее территорию транзита российского газа в европу это значит лишить украину дохода в размере примерно 2 миллиарда долларов в год для того чтобы это сделать ну предложили нашему президенту его друзья давайте мы построим обходные газопроводы вокруг украины по балтике северный поток и по черному морю южный поток который потом превратился турецкий поток и вот так вот обойдем но мы тут потратим довольно много денег потому что построим с ямальского полуострова новый газотранспортный коридор вместо тех труб которые вполне конечно исправны они могли бы еще долго 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 работать но нам новый коридор нужен хорошо сказал президент и вот вторая задача этого проекта что северных поток что южного потока было перевод денег из кармана государственной компании газпром в карманы частных предпринимателей таких как господа тимченко ротенберг которые поставляли трубы и строили вот этот никому не нужный газовый коридор через всю страну стоимость вот этого проекта она превышает 100 миллиардов долларов то есть никому не нужный совершенно проект по российской территории мы когда считаем там потоки они не такие большие по стоимости получают вот этот коридор ведь тоже надо учитывать и вот эта цель она была достигнута то есть все деньги какие надо было распилить вот на этих никого не нужных газопроводных проектов эти друзья путина они уже распилили они в карман все переложили а геополитическая задача наказать украину она провалилась провалилась она в декабре девятнадцатого года когда американский конгресс ввел санкции против проекта северный поток 2 перед этим там развернулась такая странная коллизия между германией украиной россии германское руководство в лице меркель заявила что путин дал гарантию транзит газа через украину продолжится и до основания этого они сказали но мы спокойно можем давать добро на строительство северного потока 2 но газпром в конце года когда кончался предыдущий транзитный контракт он затягивал всячески это эту ситуацию чтобы в конце концов украинский транзит перебросить на северный поток 2 в будущем и украину с конгресс сша который ввел санкции как только ввели санкции против северного потока 2 газпром вынужден был сесть за стол с украинскими переговорщиками и заключить на пять лет контракт о транзите который он затягивал и срывал на выгодных для украины условиях но как вы теперь представляете позицию германии то есть они должны сейчас сказать ах вы знаете но мы там вот должны были это мы сделать где-то в декабре девятнадцатого года пригрозить газпрома срывом проекта северный поток 2 чтобы он подписал транзитный контракт мы этого не сделали за нас сделали американцы так что ж теперь мы в германии должны признать что американцы были правы и что мы теперь должны следом за за ними тоже закрыть даже свои идеи этого проекта конечно они не могут потерять лицо и сказать что проекта был в общем ты не нужен но они нужны по простой арифметики вот посмотрите в германию сейчас ведет ведут три трубы одна труба через балтику северный проект один там 50 5 миллиардов кубометров в год можно прокачивать дальше идет маршрут через беларусь и польшу там 30 миллиардов кубометров это уже 85 получается плюс к этому украинский транзит тоже в сторону германии там можно 120 сейчас прокачивать западную европу так вот как в девятнадцатом году когда не было никаких сбоев снабжения германия получал получила из россии по российским данным 57 миллиардов кубометров газа по германским данным чуточку меньше потому что газпром там приторговал чужим газ так вот те 85 по первым дом маршрутов это все-таки больше чем 57 миллиардов полтора раза больше то есть северный поток два то не нужен для того чтобы спасать германию от экономического кризиса от энергетического коллапса как некоторые говорят и вот это никому не нужный проект который просто германия на халяву должна была получить от газпрома он провалился усилиями американцев его теперь такая ситуация трубы которые были уложены на дно балтики они там так и лежат и дальше достраивать некому потому что санкции никто не решается бросить вызов американцам и стать мишенью этих санкций михаил иваныч многие кто нас слушает сейчас приехали из советского союза в довольно зрелом возрасте и очень хорошо помнит эту жизнь советском союзе если сравнивать экономическую ситуацию сегодняшнюю экономическую ситуацию в россии можно ли ее с каким с каким-то значит временем советском союзе допустим 70 80-е годы 60-е сравнить на ваш взгляд или от абсолютно несравнимые ситуации нет это сравнивать совершенно невозможно ну во первых потому что какая-то свобода хотя бы свобода высказываться в социальных сетях свобода передвижения вот до пандемии пожалуйста может был поехать очень многие страны мира и во многие совершенно без визово то есть вот эта свобода она появилась это очень сильно отличается от тех от того времени которое было раньше но в последние годы вот в течение 20 лет по когда к власти пришло ну как бы группа чекистов во главе с путиным шло ну как-то на по нарастающие подавление оппозиции и на к мысли и получилось так что в россии россии как-то вот чем отличается во первых вранья стала намного больше чем было при советском союзе то есть идет какая-то волна очень группы грубого вранья и самый такой грязной пропаганды я не хожу на федеральные каналы потому что пачкаться просто туда них одни и не хожу там нельзя какие-то аргументы люди предъявить там берут друг друга криком и враньем просто враньем не котируется это второе это ну отсутствие независимого суда мне один приятель из латинской америки сказал ой говорит я посмотрел что у вас как у вас приговор в россии выносят у вас же нет юстиции нет вообще суда нет защищенности людей некуда вам обращаться жалобами за защитой потому что суд он отсутствует независимый суд он это телефонное право это имитация суда у нас имитация выборов то есть вот каких бы сначала отсеиваются вообще все кандидаты которые не устраивают нынешнее руководство а потом еще фальсифицируются результаты выборов в чем в наглую вот снимает камеры там забрасывают кучи бюллетеней бюллетеней в урны это все равно это не ничего этого нет вот сейчас на арестовывали сотни людей которых разместили в первом теперь у нас уже есть концлагерь концлагерь сахарова под москвой но фактически это еще москва на окраине когда появились фотографии условий в которых находятся арестованные в миде было сказано извините это не объективные фотографии когда появилась омбудсмен по правам человека москвы она говорит я я там все посетил это все неправда ну какая неправда если вы посмотрели бы в социальных сетях от людей которые там сидят и шли в каких условиях открывается сейчас второй концлагерь в егорьевске сто километров от москвы то есть часть арестованных будут туда отправлять но ситуация все хуже и хуже михаил иванович я чуть-чуть уточню свой вопрос спасибо за ответ на предыдущий если брать рядового гражданина россии и рядового гражданина ссср возможности этих людей в москву вообще брать наверное не нужно здесь есть возможность заработать здесь московские власти дополнительно к пенсии например тоже перечисляют какие-то деньги мы в семье называем это милостынькой чтобы примерно пенсия была не меньше чем 20 тысяч рублей но можно на 76 разделить у вас будет в долларах в месяц вот столько 20 тысяч рублей но москва она другая тут сосредоточены компании богатые в том числе иностранные тут есть заработок какой-то но если вы отъедете на за 150 километров от москвы то вы увидите жуткую нищету люди с трудом сводят концы с концами живут на дешевых макаронах на картошке и но это такая беднота который я очень давно не видел провинция пустеет люди убегают в города из мелких городов крупные города идет так называемых где популяция то есть сейчас спасли по последним данным очень резко сократилось вообще население россии поскольку смертность стала превышать рождаемость и за последние семь лет вот реальные располагаемые доходы российского населения сократились на 10 процентов это много это серьезно то есть экономически я не задумаю что еще какая-то подушка безопасности терпения вот этого у населения есть тем более что вот в крупных городах санкт-петербурге в екатеринбурге в москве в том же иркутске например там положение лучше там есть работа там есть учеба там есть в общем какие то возможности и культурного досуга но в мелких городах деревнях не медицинской помощи не школьного образования даже просто нет этого нет вы посмотрите вдвое уменьшилась при за 20 лет путина у нас вдвое уменьшилось число врачей у нас на 40 процентов уменьшилось число школ ну вот это о чем-то говорит что ситуация резко меняется когда говорят что вы можете получить медицинскую помощь что в деревне забудьте об этом у вас не будет ни медицинской помощи не нормального обучения не доступа к телефонной связи не то что интернет а михаил иванович мы сейчас уйдем на короткую рекламу через пару минут вернемся пожалуйста не отвечать очень интересный разговор спасибо в эфире программа политинформа не радиостанция народная волна чикаго самая популярная дистанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий мы продолжаем беседу с российским экономическим аналитиком специалистом в нефтегазовой области области до историком и востоковедом михаилом крутихиным михаил иванович до михаилом приятных слова возвратиться к разговору и хотел бы задать вот какой вопрос на днях исполнилось бы 90 лет первому президенту россии независимой россии борису николаевичу ельцину но в контексте этого хотелось о другом человеке который был практически все время вторым человеком в государстве это виктор степанович черномырдин создатель бывший министр нефтегазовой промышленности советского союза и фактически создатель газпрома и вот значит вот это его треноги на которой стоит сегодня россия могли бы вы вспомнить его к сожалению виктор степанович и давно уже нету на этом свете могли бы вы его описать как политика как человека потому что мне кажется что это было бы интересно ну человек он был действительно интересный и запомнился кстати и остроумием его выражение после его смерти издавались даже отдельными книгами потому что народ помнит его как автор многих афоризмов но дело конечно главное не в этом он был одним из инициаторов появления в россии нормального ну нефтяного скажем рынка когда появились крупные нефтяные вертикальные интегрированные компании которые потихонечку стали конкурировать друг с другом у нас появился рынок и с нефтью вроде бы стала все более или менее благополучно но я думаю что он свое время совершил очень большую ошибку когда помешал становлению газового рынка в россии он добился того что возникла монопольная компания газпром ну которая я думаю очень сильно негативно сказалась на российской экономике делал все в том что вот крупная управляемая государственными чиновниками компания она всегда менее эффективна чем компания управляемая частными менеджерами по воле акционеров совладельцев заинтересованы частной компании в том чтобы максимизировать прибыль и минимизировать издержки естественно и все акционеры в этом заинтересованы но когда у нас появляется государственная компания во главе которой стоят чиновники да еще и компания себе выбивает монопольное право на транспортировку газа на экспорт газа то есть у этой компании забот фактически никаких нет конкурентов никаких нет а задача чиновников но обеспечить не удовлетворить акционеров потому что акционер государства там такие же чиновники приятели сидят а максимизировать издержки потому что издержки покрываются из государственного бюджета или из бюджета государственной компании якобы не из кармана акционеров и газпром пошел вот по этой линии то есть компания которая вместо того чтобы минимизировать издержки она выбирала всегда самые дорогие в сметы самые дорогие проекты самые дорогие варианты вот есть трубопровод прекрасный исправлен нет нужно построить новый газотранспортный коридор второе это попытка руководства россии превратить газпром в политическое оружие в политический инструмент для того чтобы из через эту компанию переправлялись деньги в карманы приятели президента давайте прямо говорить при строительстве никому не нужных газопроводок вот построили эти потоки северных потоки южный поток который провалился пришлось часть труб разбирать и снова за это деньги получили те кто их туда укладывал и нормально турецкий поток работать не в состоянии построили газопровод сахалин хабаровск владивосток с одного конца нефти нет с другой конца рынка нет но газопровод построили деньги распилили то есть вот когда газпром ведет себя вот так то это не эффективная компания и монополизм это страшное дело вот это наследие которое оставил нам господин черномырдин и это очень плохое наследие михаил иванович вы востоковец специалист по ирану это то что википедии написано а у меня в этом плане вопрос ядерная сделка с ираном в чем принципиальное различие администрации обамы байдена и президента трампа и вот сейчас вроде бы а байден хочет опять вернуться к этой сделке просто чтобы наши радиослушатели понимали насколько вот эти вот эти различия и почему и кто будем так говорить я немножко конкретизирую кто из этих президентов все-таки более прав в своих действиях если можно так выразиться ну я думаю что когда удалось все-таки стараниями не только американской администрации обамы но и стали стараниями сразу нескольких государств уговорить иран на то чтобы подписать соглашение о сдерживании его ядерной программы о об отказе от перевода ее в сторону военно-ядерной программы и это было хорошо это было правильно это это как-то нормализовала обстановку в огромном регионе да в общем-то и во всем мире когда мы увидели что администрация трампа фактически разорвала разорвала этот договор и иран усиленно стал возобновлять свою военную ядерную программу что ничего хорошего ни региону не миру конечно не принесет у трампа были но объективно положительные стороны в его внешней политики но это был за много-много лет первый президент который никакую войну не начал нигде ну это в общем-то позитив но то что вот он заложил основу для превращения ирана в ядерную державу более быстрого чем могло бы быть и это наверное все таки отрицательные явления я не знаю как сейчас будет поступать новая администрация я сегодня ждал было выступление байдена в госдепартаменте но и ожидали что что-то скажет по ближнему востоку но ничего не сказал как ожидается но что-то будет какие-то будут сдвиги во первых по ирану во вторых будут сдвиги по партнерам соединенных штатов персидском заливе возможно по израиле вот это вот с тревогой мы с тревогой смотрим что из этого может получиться михаил ванч какой вообще вы оцениваете потенциал ирана сегодня экономически военные и насколько они близки к тому чтобы создать атомное оружие иран в тяжелом положении сейчас экономическом то уж надо кормить там уже на 85 миллионов человек населения когда я выезжал из ирана в восемьдесят первом году там был 36 миллионов человек было уже исламская республика что большинство населения родились в этом в исламской республике и совершенно не подозревают каким из иран был до свержения шаха кормить их надо каким-то образом денег остается все меньше иран может как-то выкручиваться поставляя за границу нефти продукт нефти продукты нефтехимии например но нефть он сейчас экспортирует в ограниченных объемах примерно 700 800 тысяч баррелей в сутки в китае и в несколько других стран вот это контрабанда а чтобы развернуться как следует он мог бы экспортировать два два с половиной миллиона баррелей в сутки влияя на цены влияя на баланс спроса и предложения если с ирана снимут вот это эмбарго которая появилась трудами президента трампа то на рынке появится еще больше нефти это будет некоторое давление на цены но может быть поэтому и каким-то образом против ирана трамп и выступал что будет сейчас снимут с ирана вот запрет на экспорт нефти или нет надо будет посмотреть а михаил иванович а новая администрация байдена начинает наступление на нефть нефтяную промышленность сша значит и диана ковится пожеланием лево радикального я бы не сказал большинства но радикального крыла демократической партии как это может вообще повлиять на нефтяной рынок сша и последствия этого если он а в полностью осуществить и значит я близко реформы но наверное какие-то препоны которым будет строить нефт нефтяным компаниям ну вот хорошую статью я сегодня прочитал моего большого друга и однокурсника по институту володи козловского который сейчас описал последствия для американской нефтяной отрасли от новых шагов администрации байден там несколько эмоционально но ситуация обрисована в нужном направлении потому что запрет например на лицензирование нефтяных проектов на федеральных землях отказ полный от строительства газопровода keystone xl из канады что усилило бы позиции соединенных штатов на мировом рынке нефти и вот и значительно отказ от в некоторых местах от и ну или сокращение так называемого фрекинга или гидроразрыва пласта на котором держится сланцевая отрасль америки вот все эти эти меры они во первых приведут к лишению рабочих мест но десятков тысяч и американцев это раз второе они ослабят позиции соединенных штатов в наращивании добычи нефти и газа и в ну как бы укреплений позиции соединенных штатов на мировом рынке поэтому на то что сейчас делается в этом направлении я смотрю отрицательно хотя с точки зрения американской естественно хотя я думаю что со временем есть такое такое положение как public interest и вот эти вот public interest общественные интересы они скорее всего администрацию и новую заставят каким-то образом идти на шаги стимулирующие нефти добычу и газы добычу внутри соединенных штатов возможно вот эти первые указы которые нервно чуть не в первый день были подписаны придется как-то смягчать потому что public interest есть public interest михаил ваныч хотел бы сейчас вернуться снова в россию и поговорить о самом главном вопросе который произошел буквально несколько дней назад у алексея навальным я читал ваши комментарии на фейсбуке хотелось бы чтобы вы как-то немножко развернуто рассказали ваше отношение к тому что происходит с навальным и вообще глядя из россии чтобы вы могли о нем сказать как о будущем политическом день он уже политический деятель но вообще о его перспективах ну я знаю его лично мы как в сотрудничали в информации по разоблачению и коррупции и разоблачению всяческих махинаций это честный человек это смелый человек он не боится говорить то что думает иногда это не нравится даже членом оппозиции его позиции по крыму когда он сказал что скорее всего не удастся его вернуть и так просто перебрасывать его от одного владельца другого но не получится тут же возникла какая-то ненависть к нему у многих членов даже оппозиции не говоря уже про украину но он просто не боится говорить то что он думает то его начинают обвинять в том что он ярый националист чего нету абсолютно никакого то есть для него пытались накопать какой-то компромат по коррупции по материальной заинтересованности и этого не нашли ничего этого нет это смелый человек его травили травили не до травили фсбшники по приказу путина а он вернулся снова в лапы этих самых фсбшников и сделан это для того чтобы хотя вот своим примером как бы показать что вот есть люди которые не боятся это его слова я не боюсь и вы не бойтесь вы посмотрите какие тысячи людей 172 города в россии это не только москва и санкт-петербург вышли в первый же день его задержания на улице 172 города по всей россии 52 градуса мороза было в якутии люди вышли на демонстрацию в поддержку навального против его ареста то есть я думаю что вот что это не просто политик а это вот ну как бы уже знамя оппозиции и он помог скорее всего даже оппозиции как-то вот объединиться потому что эта позиция у нас это они скорее друг с другом перегрызутся но это как всегда получается что реакционеры они очень быстро находят общий язык друг с другом и объединяются а вот оппозиция демократическая тем более оппозиция она очень разъединена все ее участники это личности со своей собственной точкой зрения на происходящее и объединиться с кем-то еще и этому лагерю чрезвычайно трудно и вот навальный даже своей жизнью и своими поступками и вот этими страданиями которые он испытывает он показывает что вы знаете вот можно вот так вот объединиться и перестать бороться и перестать бояться и завтра по моему будет очередной суд над давальным его обвиняют в оторвании ветерана великой отечественной войны хотя с подачи навального был выдвинут законопроект о повышен резком повышение пенсии участникам войны до двухсот тысяч рублей законопроект как зарубили но больше чем навальный попытаться действительно улучшить положение ветеранов вообще никто не делает можно парады устраивать там какие-то монументы открывать и ленточки колорадские на всех развешивать но это же не помогает ветеранам но я думаю что его опять осудят возможно придумают еще какие-то дела он будет сидеть не исключено что над ним будут издеваться этом это умеют делать в лагерях и колониях я думаю что будут продлевать ему эти сроки думаю что могут опять попытаться его уничтожить физически потому что но в россии законов нет нет вот для тех людей которые там действуют законы они не писаны есть 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 конституция я когда-то сел стала открыл текст конституции стал считать сколько статей нарушил путин со своими приятелями когда у меня кончились пальцы на руках и ногах я бросил занятие но как-то тяжело жить в королевстве кривых зеркал единственная вот надежда вот тот же тот же алексей который сейчас в тюрьме он как-то надежду людей появилась что есть честные люди за которыми можно пойти михаил иваныч еще пару лет назад владимир путин летал со стерхами нырял за камфорами ездил на лошади с голым торсом и такие российские матча сегодня когда его показывают по телевизору это абсолютно уставший человек где-то даже отрешенный хотя надо сказать что он не настолько старый как многим может показаться ему всего лишь 68 лет что происходит с владимиром путиным потому что многие политологи утверждают что он довольно серьезно болен вот ваш как бы скажем у него есть проблемы со здоровьем да а вот ваш взгляд ну во первых я не врач его я не знаю это первое второе я совершенно не слежу за его передвижениями за выступлениями я не могу слушать серьезно человека который 20 лет подряд открывая рот только врет вот врет 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 и врет оба обещает бог знает что когда он говорит про нефть и газ это такая ахинея который вообще не понимает что он говорит он в одном предложении начинает про нефтепровод а дальше заканчивает газопроводом он просто не понимает о чем говорит ну а зачем же это слушать я не могу ничего сказать о его здоровье потому что я за этим не слежу такой иронический вопрос хотели бы выжить во дворце который показал алексей навальный и который на себя взял наверное он является хозяином действительно этого дворца господин роттенберг хотелось бы вам вообще жить вот в этом дворце все-таки это иронический вопрос это иронический вопрос не они утверждают этические это это чудовищно вот эта цыганская барокко я не могу а потом я вполне достаточно маленькой квартиры в москве где мы с женой сейчас живем и в общем там хватает а и в продолжении как вы вообще считаете подходит ли концу путинская эпоха и как бы вы ее охарактеризовали скажем тремя словами не ну путин войдет в историю навальный говорит что он войдет в историю как отравитель трусов я думаю что он войдет в историю прежде всего по своей функции это крышеватель воров это если коротко характеризовать вот их его эпоху это безудержно и обогащение приятелей против всех законов против закона и потом превращение страны в имитацию это имитация выборов имитация парламента имитация государственной власти но это чисто имитация только но вот вот такая эпоха это насквозь фальшивая королевство кривых зеркал вот 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 то с чем мы сейчас живем но я думаю что это может продолжаться еще довольно долго революционных сдвигов даже в провинции но как-то вот я не ожидаю потому что для этого нужно чтобы в россии все-таки каким-то образом появилась гражданское общество гражданского общества в россии но исторически нету потому что люди не понимают что вот все эти люди как и все эти персонажи вокруг путина они жируют на их деньги когда деньги налогоплательщиков если нам спикер парламента говорит что не существует никаких там денег налогоплательщиков это все государевые деньги то есть в психологии рядового гражданина россии особенно у того который работает на госслужбе и на госучреждении госкомпании он представляет что откуда-то сваливаются деньги благо на руководство страны они уже его распределяют это это благо в среди всех остальных а то что это деньги налогоплательщиков но этого представления нет они в ведомости расписываются за 13 процентов скажем налога но то что работодатель за них перечисляет еще деньги в социальную там медицинскую пенсионную и так далее так далее получается до 60 процентов зарплаты перечисляется в виде налогов если бы человек сам платил налоги сам бы подписывал это все хозяйство и платил бы как в америке айарес то тогда бы появился класса ну людей экономически понимающих экономически активных это было бы гражданское общество а сейчас это чисто рабская психология никакого гражданского общества нет вот там начальник что скажет от него все зависит а я тут сижу спокойно на пайку свою ем и мне делал нет ни до каких политических выступлений михаил ваш у нас остается буквально две минуты даже может быть немножко меньше но даже три минуты мне показывают а такой вопрос известно что моисей водил свой народ 40 лет по начать пустыне чтобы народ избавился от понятия рабство да если в россии на ваш взгляд вот такой моисей хотел бы чтобы это было не 40 лет но все-таки если не брать алексея навального то есть можно быть и может быть это и лекции навального взгляд ну пока я вижу что вот те кто мог бы они либо в тюрьме либо разобщены а а те кто ведет куда-то страну они ведут в противоположном направлении не для того чтобы избавить людей от представления в рабстве а для того чтобы загнать его в рабство дальше я выступал на 1 конференции где обсуждалась экономика знаний основана на знаниях вместо экономики основаны на ресурсах и мне было ужасно стыдно потому что все примеры из россии они показывали в противоположную сторону что экономика будет вот на эксплуатации нефти газа угли и все остального но не на знаниях знания гнобятся михаил иванович огромное вам спасибо за это интервью мы хотим пожелать от всех наших радиослушателей тех кто нас смотрит на youtube канале вам здоровья и и бодрости оптимизма и мы хотели бы еще с раз с вами побеседовать в будущем потому что беседа на наш взгляд оказал очень и очень интересное огромное вам спасибо большое спасибо вам за ваше мнение всего вам самого лучшего михаил иванович будем следить и бы самое главное сейчас это не хворайте спасибо спасибо берите себя всего хорошего до свидания спасибо